В информационном агентстве Татар Информ прошла очередная пресс-конференция, которая собрала журналистов из ведущих СМИ Татарстана и России. Помимо ректора университета Ильшата Гафурова на пресс-конференции присутствовал и проректор по экономическому и стратегическому развитию КФУ Марат Сафиуллин. В этот раз пресс-конференция была посвящена предметным рейтингам и значительному улучшению в этих рейтингах позиций Казанского федерального. КФУ удалось войти в 8 ключевых предметных рейтингов QS, тогда как в прошлом году он входил только в 3. В области информационной науки и журналистики университет оказался на первом месте по России. В двух категориях английский язык, литература и образование КФУ занял второе место по Российской Федерации. Астрономия и физика 351-400, химия первый раз мы вошли вообще в этот предметный рейтинг по химии 401-500, но по Российской Федерации это пятое место. Ректор Казанского университета говорил о подготовке учительских кадров, ведь сейчас упор делается на формировании человеческого капитала. А оно, как известно, начинается еще в детстве, с детских садов, школ и продолжается в университете. И ни один педагогически специализированный университет близко к этому не подошел. Это говорит о том, что мы стали узнаваемыми в этой области, хотя Казанский госуниверситет никогда не готовил учительские кадры. Ильшат Гафуров рассказал и о работе университетской клиники. Вот сегодня очень много говорят о том, что наши университеты должны участвовать в инновационных процессах, реализовывать или доводить собственные разработки до бизнеса. Мы по всем направлениям начали делать так называемые площадки для трансфера технологий. Но в медицине это самое простое, это наша клиника. Вопросы были совершенно разные о финансировании университета и о том, удастся ли попасть Казанскому университету к 2020 году в топ-100 лучших вузов мира. Начинали мы же в этом проекте чуть больше трех лет, да. Мы там вообще нигде не были. Сегодня мы вошли в 500 вузов. По предметным рейтингам нас вообще не было. В прошлом году мы вошли в 3, сегодня в 8, да. И сегодня мы достаточно неплохо развиваемся. Журналистов интересовала передача Альметьевского государственного нефтяного института и его влияние на общие позиции университета. Как повлияет он на наши рейтинги, покажет время. Предполагается, что будет заключено соглашение между компанией «Татнефть», Республикой, Федеральным Министерством образования и науки Российской Федерации и нашим университетом, где все эти вопросы должны будут описаны. Каким образом нам подтянуть Альметьевский институт по тем всем позициям, которые сегодня мониторятся. Встречи, подобные сегодняшней, позволяют в полной мере раскрыть для общественности все те процессы, которые сейчас происходят в стенах Казанского университета. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.